Добрый день всем. Во-первых, хотим сказать, что мы приняли приглашение президента провести консультации. Отмечаем тот факт, что наконец-то президент страны понял, что необходимо беседовать не только с мажоритарными фракциями или фракциями, составлявшими когда-то большинство, но и с фракциями за партию, которая проголосовала больше 170 тысяч человек в этой стране и партия, которая показывает конкретные результаты для конкретно отдельно взятого человека. Мы надеемся на то, что подобные роды консультации, как в таких кризисных ситуациях, в которых сегодня находится страна, так и в рабочем режиме, будут продолжаться. Мы всегда были и остаемся в конструктивной оппозиции в тот период, пока мы будем в оппозиции. Тем не менее, задача любой партии понятна, и мы стремимся к тому, чтобы из оппозиции перейти в другой формат. Это вопрос будущего. Сегодня мы, еще раз повторю, конструктивная оппозиция, мы работаем в этом формате и заявляли о том, что готовы работать всегда на благо страны и политические амбиции, личные амбиции ставить всегда в последнюю очередь или вообще их не рассматривать как приоритеты задачи партии. Это неправильная оппозиция. К большому сожалению, многие из наших политических деятелей, в первую очередь, рассматривают свои амбиции, амбиции, переходящие порой в пике, что произошло и вчера, в частности. Что касается проведенных консультаций с президентом страны. Мы для себя видим два варианта развития событий. Первый вариант – это обозначенное возможное правительство, которое может быть назначено в скором будущем. Мы не верим в то, что такое правительство может работать конструктивно, потому что мы не понимаем того формата коалиции, коалиции единомышленников, стабильной коалиции, которая может быть сформирована в парламенте данного СССР. Будем наблюдать за происходящим, мы будем активно участвовать во всех процессах, настолько, насколько мы сможем реализовать свои силы и силы наших избирателей. Второй вариант развития событий нам кажется более успешным и более перспективным, это досрочные парламентские выборы, которые неизбежно произойдут. И, наверное, в данной ситуации это был бы самый правильный формат, потому что правительство, не имеющее поддержки, мажоритарной поддержки парламента, обречено на формат работы неполноценный. Более того, в нашей стране нет истории эффективной, длительной работы минитарных правительств, поэтому, конечно, можно сказать, что надо с чего-то начинать, но начинать надо не на экспериментах на избирателях, а надо начинать с правильных решений политических партий, которые могут себе позволить в нашей стране сформировать большинство и действовать в интересах избирателей. Это наша позиция, она остается такой и будет такой до того момента, пока мы придем к досрочным парламентским выборам, что будет происходить дальше, мы увидим. Скажу еще раз то, что сказал в самом начале, мы всегда были открытыми, никогда не отказывались от диалога ни с кем. Результат диалога это совсем другая вещь, но диалог он должен быть. Когда нас во многих процессах, происходивших за последние полгода, игнорировали как партию, игнорировали как представителей воли народа, за которого проголосовало более 8% избирателей, это неправильно, ни с какой точки зрения. И даже те процессы, которые происходят внутри парламента, когда нас как парламентскую фракцию, имеющую право представлять интересы страны также в Европейском парламенте, в структурах Европейского союза, нас игнорируют, не включают в эти комиссии, не включают в состав делегации Молдовы в Европейском парламенте. Это совершенно неправильно, и если мы говорим о диалоге, диалог должен быть диалог, а не монолог, так как происходило в большинстве случаев. Мы очень надеемся, что начиная с сегодняшнего дня будет по-другому. А вы имеете в виду предложения под предложениями? Что вы имеете в виду под предложениями? Мы общались на предмет политической ситуации в стране, высказали свою позицию, президент высказал свою. А вы имеете в виду предложения? Наша позиция согласована на фракции, в том числе с руководителем. Позицию фракции мы высказали. О результатах встречи сегодняшней мы сообщим представителю партии, безусловно, и будем в дальнейшем консультироваться внутри фракции обо всех процессах, которые будут происходить. Давайте начнем с того, что мы должны посмотреть, что будет происходить. Голосование мы конструктивная позиция. Наша позиция в отношении голосования вчера была высказана. Мы не участвуем в политических играх, а создание правительства является продолжением тех политических игр, которые происходят на данный момент. Как вы думаете, почему Блок ОКОМ и упадет ли он на уступки? Сейчас у нас оказывается, что Блок ОКОМ направлено, кто принимает правду, и на том же составе правительства, которое было до сих пор. Как вы считаете, это придет? Не канала. Это позиция Блока ОКОМ. Мы ее не комментируем с точки зрения их позиции. Они пришли с этой позиции. Это взаимоотношение между президентом страны, фракцией социалистов и Блоком ОКОМ. Наша позиция была вчера обозначена четко. Мы воздерживаемся от участия в подобного рода политических играх. Поэтому голосовать за правительство мы нашу позицию обозначили. Она неизменна. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...